доброе утро всем сегодня мы продолжаем лекции по проектированию информационных систем и сегодня мы поговорим о контроле версии вот мы с вами немножко об этом говорили потому что по практическим у вас задание поставить гид и начать им пользоваться вот но сегодня мы говорим поговорим немножко о теории по поводу контроль версии вот давайте сначала попробуйте сформулировать сами бы в принципе уже что-то посмотрели почитали по контролю версии какие у вас как вы бы описали своим коллегам друзьям знакомым что такое контроль версии зачем он нужен давайте начнем с туриха на пример не бойтесь если вы неправильно скажете ничего страшного мы здесь занимаемся именно тем что учимся я хочу сперва формулировать предложение понятно вам чуть-чуть времени надо хорошо давайте ну давайте может быть не четкая формулировка сразу а вот попробуйте вот вас спросил друг турихан что такое контроль версии это разные версии одной программы которую можно присоединить один за другим в одно приложение может из ранних версий хорошо вашу формулировку услышала хорошо теперь санджар попробуйте вы сформулировать так санджар вы нас слышите так санджар похоже нас не слышит владимир попробуйте вы сформулировать что такое контроль версии опять таки друг спросил что такое контроль версии вы попробуйте ему вот рассказать объяснить можно да 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 слушай ну это как бы глава о том как начать работу то есть вначале надо изучить все системы затем потом в самом гите начать работу то есть она делится на несколько пунктов как бы локальные там централизированные системы распределенные ну и как как у каждой из этих систем есть определенная версия то есть допустим локальные они но многие люди в качестве метода контроля версии применяют именно локальную потому что можно можно сделать копировать копирование файлов отдельную директор директорию возможно даже с отметкой по времени то есть но они достаточно сообразительный централизированные централизированные системы то есть ну блин я забыл сейчас смотрите хорошо владимир я вас услышала тоже вы меня услышали то что они делятся там на как бы на несколько просто под под версии смотрите насколько я подняла из ответов турихан более-менее понял о чем речь владимир немножко не понял владимир больше воспринял контроль версии больше как backup или что-то вот такое хранение файлов хранение информации но это не совсем верно вот именно поэтому я хотела вас услышать чтобы понять как объяснять вот теперь смотрите простой пример да представьте себе что вот вы вот такой команды до нас четверо мы вчетвером решили работать над каким-то отчетом так например нам нужно отчет сделать про то как мы делаем практически работы то описать все ну или например дипломную работу мы вместе вчетвером делаем одну дипломную работу так и мы же чтобы быстрее делать мы скорее всего разделим задачу на всех да то есть один будет делать первую главу вторую вторую главу третий третью главу четвертую главу да и нам нужно будет потом все это собрать в один файл каким-то образом так вот вы попробуйте представить себе вот этот процесс то есть у нас вот есть один файл так и нам нужно как-то все это собрать вместе при том что у нас как главы же они друг с другом еще связаны они так что отдельно одна глава отдельно вторая глава то есть у нас из первой главы вытекает 2 2 3 3 4 до если мы что-то меняем во второй главе то это должно меняться и в 3 и в 4 главе они друг на друга влияют так если мы совсем отдельно будем делать да и потом просто отдельными файликами да потом сошьем то у нас могут быть разночтение до могут быть повтор и могут быть разночтение то есть несвязанность этих документ этого документа 1 да а теперь представьте если у нас вместо диплома до документа такого будет код вы знаете что там если в коде будет несвязанность например одна переменная будет здесь меняться и здесь меняться да то они друг друга перекроют и могут все полностью сломать так и когда вот обычно когда работали на так на таким файликом уордовским например делали что писали например версия 1 например диплом в 1 до диплом в 2 потом диплом final финальный до отправляли его на на проверку а потом оказывалось что там что-то еще надо поменять и получалось диплом финальная версия 1 диплом финальная версия 2 и так далее да сталкивались таким видели да было такое постоянно вот и то же самое есть такая же проблема есть с кодом вот то есть что когда мы работаем над проектом особенно если несколько человек когда они параллельно одновременно работают да то получается что разветвляется идет веточки давайте порисуем да то есть вот у нас есть первый код до который мы написали его взяли взял кто-то первый программист и решил дописать какую-то фичу получилась вторая версия да так но одновременно с ним этот же код вот этот первый взял другой программист и написал еще вторую фичу до другую кнопочку например это получается уже третья версия да вот и они как бы не связаны вот есть у них общий предок да общий родитель то есть изначальный код один и тот же но они уже два разных кода в одной одна кнопочка есть а в другой другая кнопочка есть вот и как вот эти версии контролировать как объединить их каким-то образом да и это и только самое простое а теперь представьте что мы дальше работаем да и у нас кто-то взял и вот этот код еще у совершил переделал да у нас четвертая версия так и еще другую версию сделал пятую вот и третью версию тоже кто-то дорабатывал потому что программ программист они все время дорабатывают это их основная работа да здесь соответственно уже шестая версия седьмая версия и теперь смотрите задача сначала попроще вот у нас представим что вот есть уже вот четыре пять шесть семь четыре версии финальных да доработанных и нам нам надо как-то их собрать и выпустить в релиз вот какую из них надо выпустить в релиз четвертую пятую шестую или седьмую так и можно ли их как-то собрать вот как раз таки контроль версии позволяет во первых их объединять какую-то и одну версию да это называется функциям нэрч смешить так это одна функция гита контроля версии другая функция гита это возможность смешить не все а кусочек да или например выложить в релиз только ту часть которую вы хотите то есть контролировать чтобы у вас вот это все разветвление осталось и вы его видели и смотрите вот это каждое изменение в гите оно еще подписано оно подписано что поменялось то есть каждая версия вот давайте здесь подпишем первое обязательно пишется что поменялось во вторых пишется кто поменял и третье пишется когда поменял да и это позволяет вам когда вы допустим решаете дальше разрабатывать или соединить смешить вы можете определить какую с какой точки да вам дальше двигаться так владимир стало понятнее или не немного то есть вы имеете много версий также имеете много версий как если бы вы кучу файликов сохраняли но они у вас структурированы в виде вот такой вот веточек каждая веточка подписана и соответственно вы можете посмотреть веточку выбрать нужную веточку и дальше ее развивать так почему потому что возможно а вот этот выбор он хорош потому что возможно вам не надо все эти варианты объединить так возможно вам вот эту полную версию не надо возможно вам надо чтобы у вас была одна версия вашим вашей программы и вторая версия вашей программы да например чтобы протестировать какой какой вариант лучше у пользователей сделать а б тестирование да а возможно вам захочется объединить по другому захочется объединить вот так а эту версию оставить и смотрите во первых вы можете контролировать кто что сделал и если допустим это у нас просто версия когда вот каждый разрабатывает а теперь представим себе если вот допустим четвертый четвертая версия противоречит шестой то есть их объединить нельзя потому что они будут друг друга ломать так система git с помощью функции мерч позволяет вот их соединить посмотреть увидеть что они например друг друга ломают и это это объединение отменить понимаете и у вас остаются все еще четвертая пятая шестая седьмая версии то есть они не стерлись да и вы можете уже дальше с ними двигаться то есть у вас получается такой архив структурированный всех данных всех всего кода так позволяет контролировать версии да объединять их или разветвлять дальше позволяет вам проверять объединение без того чтобы потерять всю программу да потерять все что наработано и в третьих сейчас мысль потеряла в третьих не знаю если вы кодили вы наверное бывало такого что вот вы закодили вам сейчас вот какой-то кусочек кода не нужен да и вы его берете в комментарии закрываете чтобы ну вдруг пригодится вдруг чуть позже мне понадобится или я передумаю пробовали так бывало такое вот но этот код когда он остается в комментариях он мешает дальше программировать потому что объем набирается так так а с помощью гита вы можете себе позволить этот код оставить но не в виде комментария в той версии в которой вы работаете а в виде другой версии понятно то есть третье это позволяет делать архив каких-то разработок так чтобы это не мешало дальнейшей разработке не увеличивало код вот понятно да владимир вам да тоже вот то есть три три момента для чего гид хорош да ну вообще гид это чаще самый распространенный инструмент но вообще инструменты для контроля версий так то есть контролировать версии да делать разные разные варианты одновременно работать над программой второе это проверять можно ли соединить смержить части кода и сломается ли это или не сломается при том что вы предыдущей версии не теряете и можно делать бэкап да вернуться на исходный в третьих это делать себе архив да функции которые сейчас не нужны но могут понадобиться еще один еще один плюс особенно если вы работаете в команде побольше это то что вы можете отследить кто что делал потому что видите каждая версия подписывается что поменяли кто поменял и когда поменял так и соответственно это полезно для чего это полезно для двух вещей это полезно для того чтобы следить за тем что вот вдруг кто то что то не так сделал и кто грубо говоря совершил ошибку чтобы ее потом с ним потом проработать чтобы он больше таких ошибок не совершал так и во вторых это позволяет вам управлять командой то есть отслеживать кто сколько сделал и какие задачи да понятно потому что на самом деле вот программисты когда в команде работают их работа оценивается по тому сколько сколько кода сколько фич они сделали верно соответственно это можно сделать в том числе и с помощью программы для контроля версии теперь концептуально про контроль версии теперь вам понятно надеюсь да хорошо ну у тури хана пониманием было владимир владимир вы теперь сможете объяснить попробуйте теперь сформулировать для кого-нибудь из своих друзей что такое контроль версии владимир владимир попробуйте еще раз сформулировать что такое контроль версии видимо у владимира с интернетом проблемы он вылетает периодически поэтому не будем его мучить так и вернемся к лекциям тогда и теперь смотрите обычно контроль версии используется когда работает команда да почему потому что обычно именно в команде идет параллельная работа над несколькими версиями чтобы не сидеть за одним компьютером или за одним файлом создаются различные версии да различные ветки вот но тот же контроль версий он доступен и для того чтобы вы работали сами почему потому что вы когда разрабатываете знаете особенно если у вас не waterfall да не каскадная модель а итерационная то у вас могут быть различные варианты что вот а можно так сделать или так сделать да может быть кнопочка круглая должна быть или этой кнопочкой не должно быть вообще и прежде чем вы убедитесь и попробуйте это на пользователе да чтобы точно убедиться что вот мы делаем именно так решить что мы делаем именно таким образом вам хотел вам бы чаще всего стоило бы иметь вот эти все версии так чтобы не выкидывать этот код зря да а во вторых иметь возможность вот такого архива чтобы если что можно было часть кода взять из определенной версии и поставить туда куда вам надо не убирая его в комментарии а оставляя основной код каждую версию максимально чистой вот и смотрите есть в общем то для контроля версий два типа есть просто контроль версий локальный да вот а есть распределенные системы контроля версий да вот их отличие в том что если мы говорим просто про контроль версий то это допустим на одном сервере да или даже на одном компьютере то есть когда вы работаете один либо с небольшой командой и вы четко разделяете задачи и вы не дублируетесь так и вы не делаете противоречивые задачи понятно то есть у вас вот вот это вот это разделение да у вас да я поняла что у него проблемы какие-то со связью вот если мы вот вернемся к к нашей картинке да то сейчас давайте перерисуем немножко если мы говорим про просто контроль версий то у нас происходит каким образом у нас возникают веточки а потом мы их объединяем чаще всего почему потому что вот мы взяли у нас был исходный код мы разделили одну задачу дали одному человеку делать другому человеку дали другую задачу делать потом они эти задачи сделали и мы код объединили почему потому что у нас централизовано как бы единое понимание того что надо сделать есть так и вот эти две задачи они друг другу не противоречат и их можно вместе объединить это как части допустим первая глава и вторая глава да в дипломной работе первый сделал первую главу второй сделал вторую главу они потом просто их объединили и получилась единая версия вот если же у нас вот такого централизованного определения кто что делает нету то у нас намного чаще будут возникать ситуации как вот здесь на этой картинке когда у нас версии друг другу противоречат когда допустим у нас здесь команда программистов делает задачу а здесь команда программистов делает ту же задачу но по-другому и соответственно их объединять нельзя да и у нас появляется много веток которые вот так вот нельзя соединять нельзя смержить и тогда удобно использовать именно распределенные системы контроля версий так когда у вас сильное разветвление идет понятно вот здесь я нашла очень красивые картинки на эту тему вот вот та версия которую мы мы говорили да когда просто контроль версий то есть у нас вот здесь стрелочки наоборот нарисованы то есть у нас есть исходная версия потом мы ее доработали доработали потом два программиста параллельно ее доработали потом она объединилась в какую-то финальную версию вот но может возникнуть и вот такая ситуация когда у нас вот есть исходная мы ее поделили на два здесь она тоже делится и у нас получается вот так не поняла у нас получается видите не одна финальная версия раз два три четыре четыре финальных версий которые друг другу противоречат могут друг другу противоречить да и это как раз таки для вот такой ситуации лучше использовать распределенную систему контроля версий так но гид он и есть распределенная система контроля версий но ее можно использовать и как обычную систему контроля версий поэтому если вы гид освоите в общем то вам этого будет достаточно на самом деле таких систем больше чем гид один гид да гид это была первая система которую разработал когда-то линус торвальд именно для того чтобы контролировать вот такую разработку и это было связано конечно с разработкой линукса и разработкой андроида потому что именно там были много-много разных версий и там как раз таки вот это вот эти ветки они и остались так там эти ветки разветвления и куча версий и используются вот но на самом деле есть и другие системы это ну производная гид стал гитлаб гитхаб это настолько распределенная система контроля версий что там это открытые ресурсы да там программисты выкладывают свой код и вы можете оттуда взять чей-то код его доработать и выложить как дополнительную версию того что другой человек разрабатывал да лазили в гитлабе в гитхабе не услышала а нет 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 еще ну вот там посмотрите там очень много интересного можно найти то есть там обычно идет описание что программа делает и код и соответственно вы можете этот код скачать да эту эту версию скачать и как-то с ней поработать может быть что-то новое записать так вот но кроме этого есть еще вот гид есть есть еще mercurial есть еще базар еще огромное количество разных вариантов программ для контроля версий просто гид он открытый и самый известный и распространенный но принцип там в общем-то один и тот же то есть вы берете какую-то версию ее дорабатываете и вкладываете как дополнительную ветку подписывая кто сделал когда сделал и что там изменено так понятно вот ну сокращение такие что просто контроль версии это vcs version control systems version версия control контролировать systems система а dvcs это распределенная система контроля версий то есть vcs это вообще чтобы контролировать версии а dvcs это для того чтобы контролировать версии даже противоречивые которые нельзя смержить да соединить вот вот и смотрите еще раз повторим для чего мы можем использовать систему контроля версии это полная история изменений файлов за длительный период то есть мы всю весь архив где что меняли когда меняли сохраняем и можем вернуться причем вернуться легко потому что каждая версия каждое каждое изменение оно подписано и в них намного проще разобраться там есть комментарии пояснений дальше есть возможность ветвления и слияния то есть разделить задачу на нескольких на несколько параллельных процессов и потом их соединить или проверить их соединение так если возможно соединить дальше отслеживаемость о котором мы уже говорили то есть мы можем отслеживать кто что и когда сделал и это полезно как с точки зрения ответственности то есть каждый программист знает что он ответственен за ту работу которую он делает и как бы она подписана каждое каждое изменение которое он внес оно подписано его именем вот и второе это то что мы с точки зрения управления проектом можем оценить вклад каждого разработчика в итоговый проект потому что также каждая задача она подписана ну еще там время подписано соответственно мы можем оценить сколько времени каждая задача заняла и в дальнейшем при дальнейшем программировании понимать сколько та или иная задача времени займет и как ее правильно оценить так не знаю как вы считаете убедила ли я вас использовать гид для при своем программировании при вашем программировании когда вы дома программируете вот попробуйте потому что это это удобно мы даже в клубе мы с детьми занимаемся учим их программировать и android разработки и на python с роботами вот и вначале конечно они гидом не пользуются потому что им надо просто базу программирования освоить но уже когда они начинают более-менее делать свои свои игры свои приложения свои свое пау какое-то да свои программы полноценные проекты там мы уже начинаем им показывать гид чтобы они могли контролировать свои версии потому что они сначала могут захотеть кнопочку потом не захотеть потом передумать и чтобы все это нормально структурировано было и они сами не путались своем коде вот тогда на по лекциям наверное на сегодня мы остановимся вот и в следующем часе поговорим о по практике да по лекции по контролю версии по гиту какие-то вопросы по теории есть у турихана нету у санжара у куаныша вы здесь да санджар у вас есть вопросы понятно хорошо тогда нас сейчас мы завершаем сессию и в 11 я вас буду ждать мы там поговорим по практике хорошо прошу прошу прошу